В завершение, сейчас мы перед молитвой за финансы, я попросила Юлю, у нее очень классный пример, ей Бог дал это откровение, я говорю, можешь с нами поделиться, чтобы мы реально практически это применяли. И тебя Юля всегда, что не кажешь, за какого остального вопроса, что ты споделись с нас. Всем здравствуйте. Здравейте на всички. Меня зовут Юлия. Как за всем Юлия? Я супруга этого прекрасного человека. Ему Бог открывает тему силы отцовства, а мне Бог открывает за финансы. Я вообще финансы не люблю с ними. Это не мой дар. Мой дар это дети. Я детский психолог, педагог, и финансы всегда для меня это. Но Бог работает со мной. Но Бог работает со мной. И однажды я стояла в церкви, молилась и говорила, Господи, у меня совсем нет работы. И ведь, знаешь, пьяхала в церковь, и сей молих, Господи, я сняла мне никакую работу. Постоянно сей молих за Тебя. Дай мне, пожалуйста, хоть какую-то маленькую работу. Дай мне понемалку работу. Я же не могу не работать. Не могу когда не работать. Кто из поколения Совет Юнион, Советского Союза, знает, И у нас в Советском воспитании даже статья, по-моему, была 127 мая, если я не ошибаюсь, за тунеядство. Да, и моя бабушка или родители, когда звонят, они живут в других странах, они спрашивают, ты работаешь? После здравствуй, ты работаешь? Я уже несколько месяцев не работаю, у меня волнение. Я говорю, Господи, дай мне хоть какую-то работу. Рассказываю, Господи, дай мне понемалку работу. Чтобы я себя чувствовала нормально. Да, я себя чувствую нормально. Он говорит, а что, твоя уверенность и самочувствие в этой работе? И то, Пита, дали твою самочувствие зависит от работы-то? Нет, Господи, прости. Я же, Муказа, мне, Господи, прости мне. Работодатель твоя уверенность вообще? Пита, работодатель отлетел в сигурность-то? Ты открываешь это банкирование, сметку постоянного... Сметка... Счет банки постоянно смотришь. Там твое успокоствие, что туда заглядываешь. Когато гледаш сметката си в банка, там ли ти успокоение, туза? Да, Господи, прости, ты мой источник. Я скажу, Господи, прости мне, ти си мой источник. Он говорит, да, я хочу быть твоим источником, но ты должна выбрать. И той ми казва, да, аз искам да бъда твой источник, но ти трябва да избереш. Во мне твое спокойствие, уверенность финансовая или вот в этих всех? Дали в мене е твоето финансово спокойствие или пък във всички тези неща? И знаете, я работаю с детьми, готовилась даже через подготовку проповеди с детьми, мне Бог говорил. И аз работя с деца и даже когато подготвям проповед за децата, Господ ми казвал... Все вокруг говорят, кризис, цены поднялись, электричество в Българии поднялось, все там плохо, все вокруг... И от странни говорят за кризата, че всичко се оскъпява, цените се покачват. Дорожае, да? Так, на руси? Всичко поскъпява? Да. И я готовлюсь к проповеди, всегда прошу, Господи, что мне детям надо сказать? Я не хочу, чтобы человеческая мудрость, я хочу, чтобы ты сказал. Я се готовя к проповеди, питам, Господи, моля, проговори ми, че аз не искам да говоря на децата за тези кризи и така нататък, а договоря за това, което ти ще ми кажеш. И Бог мне показал местописание, когда Иосиф знал, что будут годы голода и будет потом, наоборот, урожай, потом голод. И Господь мне показал частописание, то, където се писал в Йоанн. Изобиле. Където се говорило за това, че ще има години на глад и не изобиле. И он говорит, когда я ваш источник, когда вы выбираете меня вашим источником, в ваших руках всегда будет еда. Вы всегда будете всех кормить голодных. Вы всегда будете всем раздавать эту еду. Вы не будете ничем нуждаться. И мы с детьми взяли пшеницу, потому что я проводила там... Психологические штучки. Пшеница визуализирует и память... Житото визуализира в памятта. И они взяли пшеницу в эти руки, и мы провозгласили. Что происходит там? Кризис? Или что происходит вокруг? Цены поднимаются. Бог, Ты мой источник, и я буду тот, который буду кормить голодных. Я буду раздавать еду. Ещё быстро скажу. Вы знаете, когда ты говоришь детям, когда ты учишь, это легко. Когато говоришь на децата, когато ги учишь, това е лесно. Но испытание пришло сразу же. У нас дочка... Дочка ходит на скрипку, и мы собираем финансы 3-4 месяца, потому что платим сразу большую сумму. Дещерями се учат да свирят на цикулка, и ние собираме голяма сумма на веднаж, понеже я плащаме на веднаж. Около 3-4 месяца. И я держу конверт с финансами, который долго собирала, чтобы моментно стал заплатить. Я держу тоже плит с финансами, и сегащи плащам, до дей момента до плащам. Паркую машину, и мне звонит жена. И звонит одна жена. И говорит, ты знаешь, в Болгарии цены везде поднялись, фризеры эти, парикмахерские, все, электричество. Фризеры, электричество. И у меня сразу такая мысль, сейчас я приду с этой суммой, мне скажут, цены везде поднялись, потому что я платила полгода назад. И я из машины выхожу, и говорю, господи, как же мне сейчас стыдно будет, что у меня не хватает денег. И сразу вспоминаю тот разговор. Господи, ну ты же мой источник. Да, все, ты мой источник, я собрала, сделала свою часть, но борьба была очень сильная. Я директору музыкальной этой школы отдаю конверт. И так робко все. У вас, наверное, цены поднялись, наверное, вот здесь недостаточно. Я очень извиняюсь, уже готовлю там, что принесу недостающую сумму. А сама говорю, господи, ты мой источник. Вот он терпелит к нам. Господи, ты мой источник. И мне эта жена, которая, женщина, которая... И та же жена, куято. Нет, говорит, для вас специально, для вашей дочери мы сделали специальную отступку. И заказали, точно за мото дочериаса направили специальную отступку. Аллилуйя. Аллилуйя. Кругом кризис, кругом поднимают цены, без них все поднимается. Они говорят, нет, мы вам сделали скидку. А пока на ваш теве направим отступку. Господи, ты мой источник. Господи, ты мой источник. Аминь. Аминь. Да, давайте, если хотите, как мои дети с детского слушания. У меня пшеницы с собой и нет. Но кому это по сердцу, кто действительно хочет раздавать. Я бы искать, если представим во Фрацете, если как-то слышите пример какой-то виду дух, и будем декларировать, провозглашать, что я буду тот, который будет кормить голодных, который будет раздавать еду всем нуждающимся. И мои руки будут всегда полные. Аминь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, Господи, Класс. Аминь. Аминь.